Здравствуйте! Вот есть масса простых вещей, к которым мы привыкли. Ну, то есть простых вещей в смысле простых положений науки, да? Вот, например, есть такая замечательная наука – анатомия, да? Анатомия, физиология человека в школе проходит. Мы знаем, что у нас есть скелет, вот на этом скелете, это опорная такая система, на ней располагается слой мышц, вот эти мышцы приводят всё в движение, движемся напряжённо, всё такое прочее, да? Так вот, вы знаете, роль мышц, как некого такого силового, да, привода в нашем организме, их, она была, стала известна, стала понятна науке только в 17 веке. Это во времена, вот, так сказать, трёх мушкетёров жил такой человек Николас Стенсон. Вообще-то говоря, он больше известен как Стено. Он датчанин из Копенгагена, и, понимаете, в Дании там у них народ-то, и в вероисповедании у них христианское, протестантское. А уж ему так получилось у него, что он отправился учиться в Италию на длительный период времени, и там стал католиком. Вот, и он стал католиком, и немножко переделал свою фамилию, вместо Стенсон он стал Стено. Вот, Николай Стено, вот так он вошёл в историю. Он был медик, анатом, и даже попытался вернуться в Копенгаген и начать там преподавание анатомии в университете, вроде бы, так сказать, занимался этим делом, но в силу, так сказать, религиозных различий с местным населением ему пришлось опять вернуться в Италию. Так вот, кстати, очень здорово, что он вернулся в Италию, он там сделал ещё одно замечательное открытие. А первое открытие было такое, что он открыл роль мышц в нашем организме. Мышцы – это вот силовые органы, которые дают нам движение, мы что-то можем поднимать, ходить, это всё благодаря мышцам. Это он первое установил. Второе, что он установил, он занимался изучением очень интересных объектов, в геологии он занимался. Занимался он геологией, и вот в геологии до сих пор существует такой принцип стено. О том, что геологические осадки, накапливаясь, значит, более древние внизу, более молодые вверху. То, что было в момент образования этих осадков, да, было твёрдым, а что-то было более жидким, мягким, потом окаменело. Значит, более твёрдое даёт отпечаток на более мягком. Вот эти основные принципы, они до сих пор, значит, используются в геологии, собственно говоря, палеонтологии, он, можно сказать, основоположный палеонтологии в каком-то смысле этого слова. Он работал с очень интересным объектом. Объект назывался, я уж не знаю, как он назывался по-латыни, считалось, что это окаменевшие языки драконов. Вот, а на самом деле он установил, что это очень похожий объект на то, что называется зубы акулы. Вот он, гигантский зуб акулы, мегалодонт, вымершие, к счастью, уже акулы на данный момент. Её вот сам факт существования и, соответственно, первые оценки размеров по соотношению вот этих зубов с зубами ныне живущих акул сделал именно он, Стено, или он же Стенсен, да. Видите, какая здоровущая зубчик, представляете, какая была акула огромная. Десятки тонн она весила, питалась. Ну, вот он открыл эту акулу на кончике, ну, не знаю, на кончике пера не скажешь, на кончике геологического молотка, потому что вот эти окаменевшие зубы он ещё освобождал от наростов, да. И смотрите, как они похожи на нормальный, нормальный, с точки зрения, значит, современного человека зуб акулы. Вот они, современные зубы акулы. Вот он пришёл к выводу, что это одно и то же. Вот он создатель, значит, правильного понятия нашего о мускулах, о мышцах, открыватель мегалодонта, такого замечательного существа, эффектного, вымершего, и основоположник геологии. Видите, как повезло человеку родиться вовремя. Сколько он всего стал основоположником, мы до сих пор его помним, до сих пор пересказываем про него истории, и до сих пор всегда даже в самых популярных лекциях по геологии упоминают принцип «стено». Именно на нём основана вся наша современная история земли, геологическая история. Вот так вот. Ну, спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания.